Феникс связь не для победы. Им дали все. Мобильные операторы республик не могли пожаловаться, что их давят конкуренты. Наоборот, Киев Стар и Лайв задавили полностью, оставив кое-где вышки МТС, сейчас это Водафон. В приданное достался весь хозяйственный имущественный комплекс плюс дали денег добрые соседи. Водафон время от времени отключали, чтобы народ активнее причащался к услугам местной мобильной связи. Всех бюджетников, госслужащих и военных заставили, и это было абсолютно правильно, купить себе пакет Феникс или Лугаком. Было время, когда службы охраны не пускали на территорию не то чтобы в военной части, а просто в школу или в больницу с активной карточкой украинского Водафона. Учитывая все военные моменты, в связи или ДНР был оказан полный протекционизм. Увы, это не помогло. Какие у нас тарифы? Положительный эффект от протекционизма низкие цены. Месячный безлимит стоит всего-то 50 рублей, а больше никто бы и не заплатил. Еще 50 рублей стоит интернет. Якобы даже 3-4 Г. Если, например, звонить в Россию, или из России, рауминг обойдется в 5 рублей за минуту. На Украину и от небратьев, понятное дело, звонить невозможно. Что по факту? А по факту никакого 3, 4 или даже 2 Г не было и нет. Время от времени интернет появляется такой могучей силы, что у вашего покорного слуги обновляется телеграм. Присутствуют дивные особенности, из горловки в макеевку дозваниваешься с 12 раза, а из ростова тебя набирают с первого. Вот почему-то кажется, что это не случайно и что это просто попытка показать кураторам, как мы тут счастливы, обретя долгожданную связь. Для порядку надо сказать, что в Крыму тоже по сей день большие проблемы со связью. Новые победы Вы не поверите, но раньше Лугаком, ЛНР, курировали в Донецке. Сейчас там они горшки побили. И вот знаете, дорогие товарищи, теперь Феникс не работает в ЛНР и обратно. Еще раз, на секундочку, между двумя братскими республиками исчезла мобильная связь. Может, я ошибаюсь в чем, но тут, кажется, надо местных брать за жабры и требовать нормальной связи. Итоги Мобильная связь с Украиной нарушена, и это нормально. Возможность дозвониться друг на друга в пределах города это просто с 15-го раза в хороших погодных условиях. Мобильная связь с Украиной нарушена, и это нормально.